Меня зовут Катя Тишкина, я старший CRM-специалист в команде CRM-маркетинга «Авито». Я отвечаю сейчас за вертикаль авто. Особенно CRM «Авито» — это то, что у нас миллионы пользователей и данных о них, и пять совершенно разных бизнес-направлений. Это товары, это недвижимость, это работа, это услуги и это авто. «Авито» — это гигантская компания с гигантским количеством данных. Одновременно пользователь в одном интерфейсе, на одном сайте может решить большинство своих проблем, которые у него есть в жизни. Найти новые товары, найти товары, уже использованные, найти подходящую услугу, найти работу, найти квартиру, найти дом, кольца на свадьбу, выйти замуж и при этом не только покупать, но и продавать. Как понять, что пользователю нужно в этот момент? Задача CRM-маркетолога как раз входит в построение пути пользователя от его момента прихода на платформу, взаимодействие с разными товарами вертикалями, его возможного оттока и удержания лояльности. Мы работаем с совершенно разными каналами коммуникации — это пуши, это имейлы, это внутренние каналы мессенджер-нс, также веб-пуши и смс. Также наша особенность в том, что у нас не пакетное решение, а у нас CRM-платформа собственной разработки — это внутреннее полностью решение. Мы можем сами влиять на то, какие фичи мы хотим видеть дальше. Это очень, наверное, классно, потому что как CRM-маркетолог ты можешь влиять не только на конечные компании и на то, что ты доставляешь до пользователя, но и можешь заглянуть под капот все эти технические настройки и посмотреть, как реально отправляются коммуникации и своими руками повлиять на то, как это будет дальше выглядеть для пользователей. Мы выступаем как-то такие отчасти project-менеджеры на разных этапах. Ты проходишь весь путь от момента создания гипотезы до ее анализа, то есть создание гипотезы, приоритизация, постановка технического задания на редакцию, на креативную фабрику. Мы проверяем тексты, согласуем их, разумеется, с юристами, с корректорами, с заказчиками, и потом уже переходит в самой технической части всего процесса. Мы берем компанию, берем готовое уведомление, заводим его как раз в нашей платформе, тестируем. При этом мы занимаемся также сбором сегмента. Для сбора сегмента нам нужно обязательно знать SQL. Также мы очень ориентированы на аналитику. В целом аналитика в Абита очень сильная, и мы используем data-driven подход, поэтому все наши эксперименты мы как раз анализируем через АБ-тест, смотрим на их реальный эффект, на их аплифт. Для оценки эффектов всех коммуникаций CRM мы используем глобальную контрольную группу, это немаловажно, поэтому мы можем точно сказать, какие коммуникации, сколько нам принесли, какого эфира. Мы не делаем запуски просто так. Даже если нам кажется, что гипотеза рабочая, но она не получила подтверждение, мы, разумеется, не будем это делать, потому что понимаем то, что реальный польза для пользователя, она не приносит. Ерундой мы не занимаемся, все проверяем. Иногда действительно приходится перебрать очень много идей, но когда ты ее находишь, обычно это такая большая радость, потому что ты понимаешь, что это точно работа, это точно приносит эффект, и это точно польза для пользователя и для бизнеса. Если в целом говорить про Абита, мы компания, которая нацелена на то, чтобы человек, приходя к нам, оставался в ней как можно дольше, разумеется. То есть, приходя на позицию стажера или младшего специалиста, ты понимаешь, что потом ты можешь вырасти для middle специалиста, для senior специалиста, а потенциально, может быть, или дом когда-нибудь станешь. Как только ты к нам приходишь, сразу подскакивают знания статистики, то, как проводить АБ-тесты, что такое уровень статозначимости, как в целом провести эксперимент так, чтобы он был честный, валидный, корректный. Мы действительно могли понять, что да, это наш эффект, а не то, что просто это какой-то случайный выброс. Нам нужно лучшее из лучших, конечно же, либо мы готовы их делать. На самом деле, растите изнутри. На нашем опыте, если ты хочешь, научиться можно очень быстро. Мы не бросаем людей, когда они приходят, потому что все равно специфика довольно сильная. Например, возьмем авто. Это продать легковой автомобиль и мопед, либо продать башенный экран. Это совершенно разная целевая аудитория, совершенно разные коммуникации. И, скорее всего, опыта до этого с такими разнообразными коммуникациями у тебя не было. Но если ты готов, если тебе это интересно, если ты готов генерировать гипотезы, если ты не боишься того, что они иногда могут не оправдаться, если ты готов потянуть статистическую часть, аналитическую часть, научиться писать УСКЛ, это все реально. Скажем так, было бы желание. Если желание есть, если ты хочешь развиться как всесторонний специалист и не заниматься чисто маркетингом, не заниматься чисто технической настройкой, то это как раз место супер подходящее. Продолжение следует...